Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и я хотела бы рассказать вам о слизнях на перцах, о том, как этого вредителя распознать и какие методы борьбы существуют для того, чтобы снять этот вопрос со своих растений. Сейчас вы видите листья перцев, которые находятся в моей теплице, и которые изрядно повреждены таким вредителем, как слизень. Наверняка эта картина у вас вызывает шок, как она и вызвала шок у меня. Спустя неделю отсутствия я пришла и увидела данную картину. Первое, что у меня было в голове, это установить, кто же повреждает растения. На моей практике подобная ситуация впервые, поэтому грешным делом я начала думать на муравьев. Собственно, муравьи это были те насекомые, которые мне постоянно попадаются на глазах в теплице, которые постоянно перемещаются по растениям перцев. И по этой причине, как я уже говорила, это была первая мысль, что именно они повреждают перцы. Но мое предположение было полностью развеяно. После того, как я в 10 часов вечера заглянула в свою теплицу, и в большом количестве на всех перцах, сладких перцах, на листве находились слизни, у которых, очевидно, был очередной ужин. Хочу сказать, что далеко не все перцы повреждаются слизнями. В частности, горькие перцы, перцы из категории паприка, почему-то не по вкусу слизням. Зато ранние сорта, среднеранние, все сладкие перцы практически в той или иной степени обильно истребляются слизнями. Поэтому, если вы сторонник употребления и выращивания перцев папричных и острых, то опасаться того, что слизни начнут атаковать листву ваших растений, нет необходимости. Они им просто не нравятся. И если у вас такая же проблема, как и у меня в теплице, то тогда необходимо комплексно бороться со слизнями. К сожалению, борьба это не самое лучшее слово в биологическом земледелии, но необходимость получения достаточного урожая с перцев, она все-таки на первом месте. Первое, на что стоит обратить внимание, это на мульчирующий материал. В моем случае это была свежескошенная трава, которая спровоцировала активное размножение данного вредителя. Поэтому перцем мы будем впредь мульчировать не свежескошенной травой, а опилками или древесной щепой. Можно комбинировать и опилки, и древесную щепу, поскольку и первое, и второе, оно будет приклеиваться к брюшку наших слизней, оно будет немножечко царапать, резать, иссушать, и таким образом это будет некомфортно, и они будут уходить с вашего участка. Такими же свойствами обладают такие препараты, как, например, диатомит садовый, толченая яичная скорлупа, которые также будут прилипать к брюшку данного вредителя, и также будут крайне негативно воздействовать на его дальнейшую жизнедеятельность. Безусловно, можно прибегнуть к различным химическим средствам борьбы со слизнями, благо их большое количество можно встретить как в интернете, так и в магазине, но ввиду того, что сейчас перцы в моей теплице находятся в стадии активного плодоношения, созревания, то все-таки я склоняюсь к биологическим методам борьбы. По этой причине я буду использовать табачную пыль, которую буду рассыпать как по поверхности почвы, так и в приствольном круге каждого растения, и табачной пылью я буду опудривать все перцы в своей теплице. Также для того, чтобы создать неблагоприятные условия для слизни, для того, чтобы они поднимались по стеблю на растение, необходимо при стеблевой зоне высыпать какой-нибудь порошок. Очень хорошо будет иссушать тело слизней такой порошок, как мел, или садовая побелка на меловой основе. Берем и прямо около стебля высыпаем данный порошок. Для того, чтобы снизить популяцию слизней, которая уже находится в почве, для того, чтобы сократить количество яиц и потенциального потомства, которое может из них получиться, необходимо воспользоваться биологическими препаратами на основе гриба Баверия. В моем случае я буду использовать биологический препарат фирмы Профит, называется Здоровье флоры Баверия. Я буду брать столовую ложку данного препарата, разводить 10 литров воды и буквально через пару минут раствор будет готов для того, чтобы им можно было пролить почву. Также еще одним из биологических методов борьбы со слизнями будет являться использование, например, хозяйственного мыла, либо можно развести любое жидкое мыло из расчета 100 мл на 10 литров воды, по возможности добавить туда березовую деготь и также этим раствором обработать листовые поверхности персов. Но имейте в виду, что подобные настои, они будут иметь специфический запах, и таким образом плоды потребуют дополнительных методов очистки. Но он уж воняет реально. Продолжая рассказ о перцах, я не могла вам не показать растения, которые восстановились после того, как они были мною сожжены азотными подкормками ранее. Если вы обратите внимание, то разница между теми перцами, которые не были спалены, и между теми, которые восстановились, достаточно существенно. Те перцы, которые не спалены, они уже готовы к сбору, а те перцы, которые восстановились, они только находятся в фазе бутонизации начала цветения. Поэтому более тщательно относитесь к уходовым процедурам за своими растениями. Оставайтесь на канале Процветок, радуйте нас подписками и лайками. Всего вам хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok